В Советско-Гаванском районе сотрудники транспортной полиции и оперативники ФСБ перекрыли канал поставки спайса, сильнодействующего синтетического наркотика. Подозреваемыми в этом деле стали трое местных жителей. Один из них выступал в роли заказчика. Через интернет он связался с поставщиками товара и условился, каким образом он будет направлен в Хабаровский край. Конспирация началась еще на этом этапе. Переправлять порошок подельники решили через транспортную компанию, представители которой были уверены, что везут совершенно рядовой груз. Заказчик вместе со своим знакомым нашли третьего человека, согласившегося принять отправление. В качестве компенсации за риск ему обещали отдать часть наркотика. В посылке наркотическое средство было тщательно замаскировано в музыкальные колонки для компьютера. В настоящее время установлено, что все трое являются наркозависимыми и планировали распространять наркотики в ночных клубах Хабаровского края. Задержание происходило уже после передачи посылки. Эта оперативная съемка была сделана за минуту до того, как будет схвачен адресат. Молодой человек, который вскрывает отправление, заметно нервничает. Мужчина быстро разворачивает мешок и вытаскивает из него динамики. В одном из них и скрыта компрометирующая передача. Как только подозреваемый начинает раскручивать прибор-упаковку, в гараж врываются оперативники. Вес синтетики чуть-чуть не дотянул до 200 граммов. По меркам уголовного законодательства, это крупная партия. Спайсом криминальный промысел не ограничился. Во время обысков в квартире одного из подозреваемых сотрудники полиции нашли 21 грамм гашишного масла и 9 пистолетных патронов. За незаконную пересылку наркотиков и хранение боеприпасов фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. С места происшествия Виталина Кондрахина по материалам пресс-службы транспортной полиции. Продолжение следует...